Деревообрабатывающие предприятия Каннска Деревообрабатывающие предприятия Каннска Актрисы говорят на итальянском языке Поэтому финал необычный Но есть определенные моменты трактовки Третий год экологи пытаются призвать предприятия работать в рамках закона Однако практика показывает, что проблемы, которые создают эти организации городу Практически не сдвигаются с мертвой точки Нарушений целый букет Но главный из них – это нарушение складирования отходов лесопиления и нежелание вставать на учет как объект негативного воздействия на окружающую среду. У нас за три года работы почти 100 предприятий по очереди было приостановлено. Но я обращу внимание, что у нас с 16 июня штрафы за нарушение канадательства по отходам стали выше в пять раз. Если раньше предприятие не подлежало отстановке и штраф был 100 тысяч, то сегодня это уже 250, 300, 500 и 600. Я думаю, что чтобы такие штрафы не платить в бюджет, все-таки надо иметь это совесть и привести все в порядок. За последние пять лет атмосфера города с низкого уровня загрязнения стала повышенной. Это говорит о том, что достаточно много источников загрязнения на предприятиях не контролируется. У нас есть распоряжение, что каждое предприятие при выбросе в атмосферу воздозагрязняющих веществ должно обеспечивать свои печи газоочистительным оборудованием. То есть вот это самая главная причина, которая на сегодня нарушена, соответственно у нас весь воздух загрязнен. То есть предприятия практически ни одно у нас не установлено в реестре как объект негативного воздействия на окружающий среду. Соответственно у них и не учтены вот эти печи, и не установлено газоочистительное оборудование. Вред нанесенной почве оценивается специалистами в 150 миллионов рублей. Все эти суммы предъявлены предприятиям для погашения. По городу Каннску и Каннскому району направлены исковые заявления в суд о ликвидации шести несанкционированных свалок отходов лесопиления, расположенных на муниципальных землях, следующими предприятиями в солидарном порядке. Это у нас Олуркомета, Восток, Ангаролес, Никос, Ледник, Меридиан, Ваньшеда, Компания, Победа, Филиппов и Ко, Стандарт, Импульс, Лесекс. В отношении одной свалки, расположенной в северо-западном промышленном районе, исковые требования Министерства экологии удовлетворены. По остальным продолжаются судебные заседания. И несмотря на все меры, предпринимаемые в отношении лесопереработчиков, общая картина в городе не меняется. Экологи пытаются параллельно разъяснить руководителям предприятий, как и какие требования законодательства исполнять, в надежде призвать их к благоразумной деятельности. Однако, судя по сегодняшнему совещанию, к ним прислушиваются только самые ответственные. В Лесосибирском молодежном центре в преддверии юбилея Енисейска прошло обучение для волонтеров, которые поедут работать на этот праздник. Школа событийных волонтеров Енисейс-400 – это проект грантового конкурса в рамках программы «Территория-2020». Сегодня у нас проходит реализация проекта «Школа событийных волонтеров Енисейс-400». Это двухдневная школа. Сегодня у нас пройдет первый день. У нас будет образовательная программа с участием краевых спикеров. К нам есть очень крутые, профессиональные ребята, заряженные на то, чтобы дать ребятам по максимуму своих знаний, опыта, передать им все свои компетенции самые крутые, чтобы ребята зарядились. На следующий день для ребят провели экскурсионную программу по Енисейску, чтобы они лучше знали город, в котором будут работать, и смогли при необходимости помочь гостям и участникам юбилея. Волонтерам рассказали о культурных ценностях города, его истории и инфраструктуре. Я решила стать волонтером, потому что мне захотелось развиваться в этом направлении, потому что это очень интересно. Мне нравится помогать, мне нравится участвовать в мероприятиях. От этой поездки я хочу получить много новых знакомств, прежде всего, потом много ярких эмоций и моментов незабываемых. Ну и, конечно же, большой опыт волонтерства. Почему мне нравится волонтерство, почему именно этим я занялась? Потому что мне очень нравится коммуницировать с людьми, узнавать что-то новое. И всегда очень приятно, когда ты видишь, что твоя деятельность доставляет людям радость, и что тебе получается чем-то помочь, удивить их. В Енисейске 400 – это будет очень крупное событие для нашего маленького города, поэтому у нас лежит большая ответственность, чтобы все прошло на ура. На таком масштабном мероприятии ребята, несомненно, получили новый опыт от профессионалов, с которыми будут работать. На праздник поедут 15 самых опытных ребят, а также актив, который просто неравнодушно относится к получению новых знаний. Специалисты Центра семьи «Зеленогорский» напомнили родителям о правилах безопасности детей. По статистике, именно во время летних каникул значительно увеличивается количество несчастных случаев с участием несовершеннолетних. Ведь большую часть времени ребенок проводит без присмотра взрослых. Открытые окна, дорога, вода, лес, костер – опасность может постерегать ваши чадо везде. Специалисты рекомендуют контролировать местонахождение детей и всегда быть с ними на связи. За время профилактической акции каждому взрослому вручили полезную памятку. Памятка еще раз повторить детям, выполнять сами инструкции, правила. Спасибо большое. Это тебя касается. Ты сможешь считать, запоминать, чтобы никаких несчастных случаев. Благодаря вас. Спасибо. В Красноярском крае повысилось качество молочной продукции. Об этом сообщили специалисты Роспотребнадзора. В первом полугодии 2019 года было проверено почти 800 торговых точек. Специалисты исследовали более 3,5 тысяч проб молочной продукции. Только 4% образцов не соответствовали нормативам. Это в три раза меньше, чем в первом полугодии 2018 года. В ведомстве подчеркнули, что количество фальсификата снизилось в два раза. А молочной продукции с содержанием антибиотиков вовсе не было обнаружено. По выявленным нарушениям наложены штрафы на общую сумму 800 тысяч рублей. В поселке Уськем сегодня весь день звучит задорная музыка. Здесь проходит главный праздник всех любителей рыбалки и рыбных блюд – Енисейская уха. Отведать ароматные похлебки сюда приехало несколько тысяч человек. Главные герои праздника – уховары. С самого утра жгут костры на берегу Енисея и колдуют возле огромных прокопченных котлов и кастрюль. Каждый повар делает это по-особенному. Кто-то добавляет в бульон немного водки, кто-то кладет березовый уголек. Но, пожалуй, главный секрет – в рыбной закладке. Ведь настоящее сибирское уха делается из разных сортов рыбы. Секрет приготовления, скорее всего, в наваре должен быть. Потому что мы сначала сварили сорогу, вытащили ее. Сварили леща, вытащили его. Форель у нас была немножко от бутербродов. И заключительная это у нас благородная наша рыба. Смотрите, осетер у нас. Осетер. Харис. Щучка, конечно же. Щучка. Ершики там уже варятся. Вот и сом. А сома-то где взяли? Сома где взяли? В Красноярске. На рыбзаводе. Там же их этого. Осетра. Впрочем, продукты, привезенные с рыбзавода, для енисейцев – это все-таки экзотика. Настоящие профессионалы уху варят только из свежепойманной рыбы. Прежде чем положить вот этого аппетитного муксуна в уху, его нужно разделать. Рыбу разделывают исключительно свежей. Иначе потом будет практически невозможно ее почистить. В этом году енисейская уха проходит в 10-й юбилейный раз. Поздравить жителей района и гостей праздника с этим событием приехали и гости из Красноярска. Рыбаки, которые сегодня соревнуются в улове, те, кто готовит сегодня уху – это тоже целое искусство. Я думаю, что мы вместе с вами и насладимся этой прекрасной ухой. Какие-то рецепты перепишем. Ну и поздравим победителей. На праздники все посвящено рыбе. В каждом подворье гостей угощают копчеными лещами, фаршированной щукой, жаренными пискарями, соленым хариусом и другими деликатесами. Здесь даже ведущий концертной программы – елец. Впрочем, главный ингредиент теннисейской ухи – это хорошее настояние и задорная песня. Ведь с ней рыбу ловить веселее, и уху готовить, и праздник вести. Железногорский театр «Кукол» готовится к премьере спектакля по сказке Алексея Толстого «Золотой ключик» или «Приключения Буратино». Этой постановкой решили отметить 55-летие театра. Пьесу специально для железногорских зрителей написал московский режиссер-драматург Валерий Баджи. По словам постановщика спектакля Юрия Уткина, классический материал Баджи представил в новой, современной трактовке. Да и название спектаклю дал необычное. «Ла Кардора» или «Приключения Буратино» – что-то такое. Это будет происходить все в итальянском дворике, оно само по себе уже. Актрисы говорят на итальянском языке, поэтому финал необычный. Ну, есть определенные моменты трактовки, хотя история, она классическая. «Надо учиться не у этой глупой книги, а на улице, у самой жизни». Юрий Уткин, режиссер из Иркутска, уже работал с местными артистами, вместе они поставили три спектакля. Юрий Анатольевич признается, с коллективом нашего театра работать очень легко, ведь его актеры – настоящие профессионалы. «Что дальше случилось с Буратино? Что, что случилось с Буратино? Буратино убежал из дому, а Сверчок за ним. Ну, не мог же он его оставить одного без присмотра. Тем более, что папа Карла просил посмотреть за этим Сарванцовым». Над новым спектаклем с удовольствием работает весь коллектив. «Доставляет удовольствие участвовать в этом процессе и видеть результат, который зажигает детские глаза. Это самое главное». Актеры репетируют постановку, вживаются в образы, привыкают к куклам и декорациям, прислушиваясь к рекомендациям режиссера и коллег. «Хорошо!» «Наклонился». «Ну, ёлки, говоришь, много!» «Кидай!» «Ну!» «Ещё!» Окунуться в атмосферу итальянского дворика можно будет в Театре кукол «Золотой ключик» осенью, в начале юбилейного творческого сезона. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова